Улитка охотина На рожках у улитки расположены глаза. Видят улитки достаточно плохо, более-менее различают предметы на расстоянии до нескольких сантиметров. Вот так вот она меня видит. Он даже глазик высунула. Вот здесь на нижних рожках у улитки расположен такой своеобразный вывернутый наизнанку нос. Ушей у улиток охотин нет, да вообще у улиток нет. Они не слышат, но зато чувствуют вибрации. И также у улиток нет зубов. Вместо зубов у них радула находится во рту. Это такая своеобразная терочка. Они ею соскребают и измельчают пищу. Улитки охотины – самые медлительные существа на планете. За один час они преодолевают расстояние всего лишь 7 сантиметров. Зато становятся активными, если устроить им купание. Воды наливают немного, буквально на дно. Она должна быть теплой и желательно не водопроводной. Содержать улиток рекомендуется в террариуме или контейнере с дырочками. На дно кладут специальный кокосовый субстрат. Менять такой субстрат необходимо раз в полтора месяца. Вместе с этим мыть контейнер. Дополнительное освещение охотинам не нужно. Идеальная температура для них 20-28 градусов. Впадают в спячку, если их долго не кормить, не давать им водичку, или если в помещении будет достаточно прохладно. Если ниже 20 градусов, улиточка полностью забирается в свою раковину и может даже ее запечатать. Впадает в такой своеобразный сон. Но ничего страшного в этом нет. Улитку можно оставлять без присмотра до двух месяцев. Если уезжаете в отпуск, ее можно смело оставить. Потом приезжаете, под теплую струю воды ее помещаете, и она потихонечку просыпается. В еде охотины неприхотливы. В рационе фрукты и овощи. Любимое лакомство – огурцы и листья салата. А вот цитрусовые и еда, содержащая соль, под запретом. Маленьких улиток до годика их нужно кормить каждый день. Ну а взрослых улиток достаточно несколько раз в неделю. Что еще немаловажно, им необходимо давать кальций. Кальций можно получить очень легко. Достаточно растолочь сырую скорлупу яичную. Ну или в зоомагазине купить кость каракатицы. Улиток охотин их используют в лечебно-косметических целях. В салонах красоты их сажают прямо на лицо. Улитка какое-то время ползает по лицу. И своей терочкой этой радулы, она соскребает отмерзшие частички кожи. А питательные вещества, которые находятся в слизи улитки, они способствуют регенерации и даже омоложению кожи. Улитка охотина считается идеальным домашним питомцем. Не пахнет, не кусается. Ухаживать проще простого. Едят мало, а еще различают своих и чужих, если подносить их к лицу на несколько минут в день. Продолжение следует...